Лето и девочка. Однажды, в начале лета, Домино ковылял на своих трех лапах около фермы, стоявшей на высоком бугре. Это был старинный дом с обширным садом и большим огородом, который тянулся почти до самого леса и занимал все открытое пространство вокруг дома. Тут легко было подойти незамеченным, и Домино бродил всюду, принюхиваясь ко всему, что останавливало на себе его внимание. Наконец он нашел прорытую курами лазейку под оградой и пролез в огород. В огороде он долго крался среди разросшейся ботвы картофеля, затем среди густых кустов смородины. Осторожно двигаясь вперед, он увидел чаще что-то маленькое, черное, блестящее. Он остановился, как вкопанный, и вскоре понял, что это глаз индюшки, сидящий на яйцах. Как раз у хвоста, в конце спины, у каждой лисы есть маленький пучок волос, который щетинется при возбуждении. Обыкновенно он бывает какого-нибудь особого цвета, но у серебристой лисицы всегда черный. Только поэтому ощетинившимся пучку можно было заметить волнение Домино при виде такой роскошной добычи. Но пока он еще стоял в нерешительности, сзади послышался какой-то звук. И, повернув голову, Домино увидел невдалеке маленького человечка. «А, лисичка, ты, кажется, собираешься напроказить», – сказала супреком девочка. Домино вздрогнул, услышав звуки человеческой речи. Он приготовился к прыжку, но не прыгнул. Девочка не казалась ему особенно опасной. Она была такая маленькая, а индюшка была слишком соблазнительна. Страх боролся в Домино с охотничьим инстинктом. Косясь на девочку, он шагнул к индюшке. Девочка вскрикнула и побежала. Этот крик решил дело. Быстрым прыжком Домино скрылся в кустах. Индюшка была спасена. В тот же вечер девочка спросила отца. «Папа, а если у тебя индюшка высиживала яйца в лесу, как бы ты защитил ее от лисиц?» «Не вредя лисицам. Я положил бы вокруг несколько кусков железа, и тогда ни одна лиса не подошла бы близко», – ответил отец. После этого девочка взяла в саду кусок цепи, сломанный сошник, под кову и разложила их вокруг гнезда индюшки. Через несколько дней Домино опять пришел за индюшкой. Он хорошо запомнил место, где встретил такую лакомую добычу. Он шел осторожнее, чем всегда, ведь здесь, рядом с индюшкой, он мог встретить человека. Однако, прежде чем индюшка успела поднять тревогу, обоняние и зрение предупредили его о присутствии опасных железных вещей. Он попятился и попробовал подойти с другой стороны, но и там оказался один из этих зловещих предметов. Голос благоразумия шептал «Назад!» И Домино ушел. Девочка так и не знала бы об этом и не узнала, но на другой день отец сказал, «А знаешь, дочка, ведь я сегодня утром видел свежие лиси и следы в картошке». Таким образом, обманутый Домино принужден был оставить в покое индюшку, что вскоре он нашел другую добычу – курицу на гнезде. Одним укусом он перегрыз ей горло и потащил к себе. Однако по дороге сообразил, что напрасно не воспользовался целой кучей яиц. Поэтому, зарыв курицу в листьях в лесу, он вернулся и, перетаскав яйца одно за другим на опушку леса, спрятал их там, отметив тайник выделением из своей мускусной железы, чтобы самому найти их последствия и чтобы другие лисицы знали, что это его собственность. Затем он вырыл курицу и отнес ее домой. Куриные яйца могли долго пролежать и подвергаться множеству изменений, прежде чем понадобится Домино. Но зато на случай нужды они всегда были на готове. И в голодное время он, конечно, съел бы их даже тухлыми. Домино прятал добычу уже не первый раз. Некоторые лисы не прячут пищу. Но только потому, что они плохие добытчицы и никогда не имеют, что спрятать. Те же лисы, которые охотятся успешно, быстро усваивают привычку прятать добычу. Месяц спустя внимание Домино привлекли ягоды, терна, которых в тот год уродилось необычайно много. Он пожевал и проглотил одну-две ягодки. Однако они не особо ему понравились, потому что он был в это время сыт и жирен. Тем не менее, его забавляло подпрыгивать и срывать красные гроздья. Сперва он просто разбрасывал их, затем накидал целую кучу. Наконец, все-таки инстинкт накопления взял вверх. Он зарыл эту кучу в листья и оставил мускусную заметку на соседнем пне. В случае нужды он мог бы отыскать этот запас ягод даже под снежным сугробом.